всем привет вы на канале look tool и сегодня мы с вами проводим диагностику триммера hopper 043 вот что мы видим замерили компрессометром компрессию двигателя видим что компрессия 4 с небольшим это очень низкая компрессия для такого триммера ну а 4 тоже вообще из ряда вон соответственно что-то в поршневой не так вот сейчас мы разберем и посмотрим возможно там боковые задиры возможно там тепловые задиры механические не знаю будем смотреть час или просто износ колец очень большой для того чтобы нам добраться по поршневой нам соответственно необходимо скинуть корпус вот этот вот верхний кожух и открутить болты скручиваем три болта которые держат нам кожу снимаем защиту бака пластиковая такая вот штучка просто и отжимаем она нас выходит аккуратненько наверх снимаем кожу далее снять нижний болт глушители и скинуть шланги сняли шланги теперь откручиваем болты крепления поршневой группы и так и и ключом посорвал далее попробую сейчас от поршневой лучше положите отдельно чтобы не потерять и теперь аккуратно отрываем поршневой от прокладки собираем подалки и смотрим 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 так 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 Так, ребята, осмотрев внешне снаружи, поршень и цилиндр внутри, я пришел к выводу, что здесь слишком большой износ колец, вот потому что внутри сама поршневая в порядке, сам поршень тоже нормальный, без всяких запих, это я уже почистил его сверху, тут правда было немного нагара, но все в порядке, коленвал у нас нормальный, не перегретый, и сейчас я сниму кольцо, замеряю его. Вот замеряем, сжимаем до конца, и у нас получается 39, 39 у нас получается, кольца, вот, я приготовил заранее уже новые кольца, с новой поршневой, специально замеряю их, вот если так вот смотреть, сейчас я здесь тоже все сведу, вот у нас получается 39 с половиной, сейчас сниму второе кольцо, его замеряем. 39,1, даже едва, наверное, 39 с половиной, сейчас сниму второе кольцо, вот так вот, 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 вот. 39,1, даже едва, наверное, 39,2, но это чуть получше, вот, мы будем все равно ставить оба новых, перед установкой обязательно смотрим, чтобы были чистые каналы, я сейчас чуть-чуть подчищу каналы, вот эти вот под кольца, и только после этого устанавливаем. Чистию я простой отверточкой тоненькой. Можно обломком кольца старого почистить, здесь практически нечего чистить, все нормально. устанавливаем новые кольца. Многие думают, что в сервисах специальными какими-то штуками устанавливают, может в больших каких-то сервисах устанавливать специальными штуками. в нашем небольшом сервисе эти специальные штуки, вот они, обычные наши пальцы. После того, как кольца установлены, вот, я обычно все равно прочищаю внутри там, в картере, сам этот блок. Вот таким образом беру кусок туалетной бумаги, запихиваю вот с этой стороны за коленвал и прокручиваю. Можно за магнит, за ручку лучше, наверное, не тянуть, потому что бывает под заклиниванием, можно что-то сорвать. Вот за магнитом раз, раз, раз. И если что-то у вас в процессе замены туда упало, какой-нибудь кусок прокладки там или какой-нибудь мусор, оно у вас все это вычистит. Все, дальше смотрим, там уже ничего у нас нету, все у нас там отлично, хорошо. Теперь наша задача проверить прокладку. Прокладка наша в порядке, получилось все снять хорошо. И устанавливаем с вами поршневую на место. Кольца наши одеты, надеваем назад нашу поршневую. Ставим кольца по замкам, как положено, на замке и второй замке. И одеваем цилиндр на кошадь, очень аккуратно, чтобы не сломать наши кольца. Так как Buckleine, так у avoidmaking. Как First一個 Gilbert, implementил тоже я loan kriegen или aquí лечим начинаем А permanение любопытства даже практически не полажено, так я думал, пока мы перемешиваем. Смотрим и остатком, допустим, покид naarull buried. Экzubицы, гибб começa чёртная,ларко разберемся. Прик тихонечку не спеша конечно если вы делаете дома то можно не полениться снять глушитель и снять карбюратор так будет конечно проще но мне хочется сделать все побыстрее и заняться другим инструментом на место беру закидываю внутрь и сперва сперва оживуливаю простой такой ручной ответкой подтянулся и подтянулся и 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 как обычно все протягиваю вручную. Потому что я должен почувствовать, как закрутился болт. Протягиваем, проверяем, ходит ли наш поршень, все нормально. Кольца нигде ничего не закусило, все ходит как положено. И теперь, даже ради интереса, давайте попробуем, замеряем компрессию, даже без учета того, что масляная пленка там должна быть. Просто попробуем прям так. Ну что, ребят, конечно, 8 или 10 мы не добились, но 6 с копеечками уже есть. И это еще, учитывая то, что сухая поршневая. Сейчас, когда масло бензиновое смеси мы зальем, когда начнем завалить, пленочкой все это обволокет. И, я думаю, еще чуть-чуть повысится. Вот. Так уже работать должно, работать будет. Собираем все это дело назад, ставим кожух и пробуем заводить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова